всем привет с вами татьяна и вы на канале татьяна inspiration и сегодня у меня видео готовой работе это оберег в дорогу от новослободы который выполнен с двух сторон с одной стороны ангел-хранитель и с этой стороны которую вы сейчас видите святой преподобный алексей божий и по традиции такого плана видео я первой части расскажу немножечко о данном лике святого и во второй части покажу работу поближе покажу что осталось по остаткам и расскажу немножко об отшиве и о своих впечатлениях на самом деле очень интересно почему я ввела эту часть блока в своих видео о святых потому что жизни людей которые были в итоге конечном итоге канонизированы и им был присвоен ранг святых их жизнь очень интересная она необычная и как правило всегда впечатляет то что читаешь вот тоже меня очень впечатлила история жизни алексея и я бы хотела немножечко рассказать об этом вы можете в это время повышевать и просто послушать родился святой алексей в риме при правлении императора аркадии с 395 по 408 год это было время правления аркадия и вот в этот период как раз родился алексей он родился в семье знатного сенатора по имени ефемиан у него была жена глоида и они очень долго мечтали и хотели иметь ребенка ну вот как то ничего у них не получалось и наступил тот день когда в их семье и семье в их доме случилось то самое счастье рождение такого долгожданного дитя и конечно же так как малыш был очень долгожданный родители постарались сделать все возможное чтобы дать своему сыну все самое лучшее они дали ему самое лучшее образование одно из самых лучших образований они нашли ему достойную партию для женитьбы и устроили ему брак с той девушкой которую ему нашли но алексей он уже до довольно таки ранних лет проявлял свой интерес к другим вещам и для него ну наверное это мирская жизнь была такой чуждой поэтому ту самую брачную ночь алексей прошептал своей новоиспеченной жене всего лишь несколько слов отдал ей кольцо и удалился оставив ее в общем то нетронутой 지�ны очень долго странствовал и после долгих таких скитаний он оказался у церкви пресвятой богородицы где прожил на территории данной церкви 17 лет. Он был одет в нищенскую рваную одежду, питался той милостыни, которую ему подавали верующие, приходившие в храм помолиться. Но на протяжении всего этого времени его отец, он отправил слуг во все концы на поиски своего сына. Безутешная мать, но она пребывала в довольно-таки подавленном состоянии духа, но молодая супруга ожидала хоть какого-нибудь известия о своем возлюбленном. Некоторые из посланцев, которых отправил отец на поиски своего сына, на ней были на территории, на той территории, где находился Алексей. Они подавали ему милостыню и проходили мимо, абсолютно даже не догадываясь о том, что перед ними стоит их молодой хозяин. Вот после долгих лет пребывания Алексея возле церкви, одному из церковных служащих явилась Пресвятая Богородица и повелела ему, чтобы человек Божий, который находится возле церкви, вошел в нее. Когда Алексей увидел, что он открыт и люди начали сдавать ему почести, он снова решил бежать. Он сел на корабль, но силами природы ветра пригнали его корабль прямо в Порт Рима, туда, где родился Алексей, откуда он был родом. Но поскольку он был очень верующим человеком, ему пришлось покориться этому божественному знамению, и он решил отправиться к своему родному дому, где он словно нищий попросил милостыню у собственного отца, который в этот момент вышел из дома. Но отец своего сына не узнал. Прошло очень много лет, и он изменился, Алексей. Конечно, со времен горестной утраты отец Алексея, он стал более мягким и более расположенным к делам милосердия. И, встретя на пороге своего дома нищего, он приказал своим слугам дать кровь этому бедному человеку и повелел кормить его остатками своей пищи так долго, как этого пожелает этот человек. По какой-то причине Алексей не рассказал и не сказал о том, что он является сыном и хозяином этого дома. Так у дверей отчего дома он провел еще 17 лет. При этом он без единого слова переносил различные недовольства и оскорбления, а также насмешки слуг. Когда пришло время и Алексей почувствовал, что наступает его день ухода, что силы его покидают, он попросил, чтобы ему дали перо, чернила и ситок. И с пером в рукав, написав всю свою жизнь, он умер. В этот день, в это же время, в храме святого Петра при императоре Гонория и большом скоплении народа в алтаре ослышался голос. Голос говорил о том, что нужно искать человека Божия, который будет молиться за город и за всех людей, живущих в нем. Потому что этот человек, он уже покидает свое тело. Конечно, народ, который находился в храме, очень переполошился, испугался, и все начали отчаянно молиться. Но в этот момент снова люди услышали голос, который сказал, что этот самый человек Божий находится в доме Ефимиана. И вот в доме Ефимиана отправилась целая процессия во главе с императором и Папой Римским. Всем было очень интересно посмотреть на те чудеса, о которых они услышали, и куда их отправили. Когда процессия приблизилась к дому, к хижине, где жил Алексей, в ворот они встретили слугу. Он рассказал, что он помогал Алексею, и он рассказал, что вот этот нищий, который жил столько лет у входа в дом, раздавал свое пропитание более бедным людям. А точнее, даже еще более бедным людям, чем он сам. Сам же он питался небольшими кусочками хлеба и пил в небольших количествах воду лишь по воскресеньям. При всем при этом он оставался невозмутимым, несмотря на те оскорбления и унижения, которые ему приходилось терпеть от различных слуг. Император и Папа Римский вошли в хижину и нашли Алексея уже умершего. В руках они увидели у него свиток. Этот свиток зачитали принародно и все пребывали в удивлении и молчании. Особо был удивлен отец Алексея, который, скажем так, оказал помощь нищему, который являлся его сыном. Но император вместе с Папой Римским постарались найти слова утешения для отца, что они, несмотря ни на что, должны гордиться тем, что они воспроизвели на свет такого достойного человека. У смертного Андра собралась толпа людей, и в этот момент начали происходить чудеса. К слепым возвращалось зрение, глухие начинали слышать, немые вдруг неожиданно громко начинали восхвалять Господа Бога. Людей было настолько много, что погребальное шествие никак не могло начаться. И тогда император повелел разбрасывать золотые монеты в надежде, что люди отступят от гроба, чтобы собирать деньги. Но народ пренебрег золотом. Они предпочли дотронуться до тела этого святого человека и получить ту долю части благодати. Заканчивается писание тем, что говорится о том, что все-таки тело святого было положено в церкви святого Ванифатья. Он лежал в гробу, украшенном золотом и драгоценными камнями. И из гроба обильно истекала благоуханная мира, которая исцеляла всевозможные болезни. Вот эта удивительная история поразила меня как никакая другая. Имея выбор и возможность жить совершенно другой мирской жизнью, человек выбрал вот такой достаточно сложный путь. Возможно, он преследовал какую-то свою цель, которую мы не знаем и можем только догадываться. Но вот это удивительно. Человек приходит с какой-то определенной миссией все-таки на землю. И у него есть право выбора, как жить. И он выбирает. Человек выбирает сам. Иногда выбирает правильно, иногда выбирает неправильно. Вот для меня эта история об этом. Именно поэтому я в своих видео о святых стараюсь сделать вот этот небольшой блок истории. Потому что это интересно, это очень трогает и заставляет, наверное, задуматься, немножко, наверное, пофилософствовать. Ну, на этом первая часть видео заканчивается. И мы плавно с вами переходим ко второй части. Итак, ну, вот такая вот иконка. Она очень небольшая в виде треугольничка. С этой стороны вы видите преподобного Алексея Божьего. А с другой стороны ангел-хранитель. При этом, если честно, я думала, что наборы от Новослободы, вот этих иберингов, комплектуются одинаково. Но, судя по картинке, у меня лежит еще два набора на подарок. Также Надежда и Андрей. Святые. И, судя по картинке, бисер будет отличаться в комплектации. И даже ангел-хранитель, образ ангела-хранителя тоже будет отличаться. Вот, когда я буду делать следующие работы, я обязательно буду делать на этом акценте, показывать вам те отличия, которые есть. Ну, давайте пока по тому, что осталось. А чуть позже я расскажу об Альшиве, и мы более подробно с вами рассмотрим данную работу. Процесс был организован вот в такой коробочке, очень незатейливо. Вот у меня была вырезана вот такая картинка. Почему я ее вырезала? Обычно обложку не вырезаю, потому что здесь была молитва. Производитель рекомендовал эту молитву сложить и вшить в оберег, что я сделала. Но об этом тоже чуть позже. Хранить не вижу смысла эту картинку. Я задавала вопрос в предыдущем видео, когда делала складень равнопостольной княгине киевской Ольге. И от упаковки была вот такая вот картонка, как складень. С одной стороны молитва, с другой стороны картинка. И я не знала, что делать. Знаю, что выкидывать нельзя. Но что делать с этим, не знала, задавала вопросы. Нашлись, конечно, зрительницы, которые мне подсказали о том, что такие изображения, которые остаются от календарей или вот как здесь, их выбрасывать действительно нельзя. Их лучше сжигать. Но с картонкой от княгини я поступила проще. Мы ее осветили вместе со складнем. То есть эта картоночка лежала внутри складня. И когда открыли ее, подали батюшке, он забрал все и осветил все. Поэтому вот та картонка, она такая достаточно плотная, получилась в сложенном виде, вот как книжка, вот таким образом. Ну, я посоветовала маме уложить в паспорт, чтобы тоже как бы, ну, святая ее, святая покровительница ее оберегала. То здесь, конечно, это сюда не пойдет, поэтому это, конечно, пойдет на то, чтобы сжечь. В комплекте была инструкция, вот такая инструкция, совершенно простая, ничего в ней сложного. Здесь ключик с указанием всего лишь пяти видов бусин, да, и какой цвет, какой бусину обозначал. И сам вот этот треугольничек, где что вышивать, но, в принципе, уже по цвету это было даже на самой заготовке. Забыла сказать, что там такой, ну, перфоринованная бумага пластик, я бы вот так это назвала. И на нее уже это было нанесено, то есть, в принципе, в схему мне заглядывать не надо было, мне достаточно было смотреть на ключик. Но так как я люблю вышивать по цветам, то в работе с бисером у меня было то же самое. Я взяла первые два цвета, 15 и 13, расшивала его. Дальше я взяла бисер номер 10, сделала круг, прошла по периметру, и уже оставшимися бусинами работала на финальной стадии работы. В общем, вот и все. То есть, ну, здесь, оказывается, как собирается работа, вот это мне пригодилось, мне пришлось посмотреть, потому что... Ну, давайте сейчас покажу по остаткам, потом расскажу, что... В чем был нюанс, почему мне пришлось все-таки заглядывать в инструкцию. Так, у меня еще были ножницы. Нитки были традиционно у Нова Слободы на такой картонке, но я сюда вот сейчас вколола иголочку, а ниточки примотала на катушку. Мне так было удобно использовать ниточки с катушки. Вот столько ниток у нас осталось. Здесь было вложено две иголочки, и они были коротковатые. И вот я рассказывала, опять же, у равнопостойной княдине Ольге, игла была тонкая и длинная, и мне было неудобно на той работе работать той длинной иглой. Не знаю почему, может, это от настроения как-то зависит. Здесь же, наоборот, мне было неудобно работать короткими иглами. Я как раз-таки взяла ту иглу от Ольги и вышивала ею. И мне было безумно удобно на этих работах работать той иглой. Но когда я начала работать с крупными восемьми, игла моя сломалась, и я вынуждена была взять другую бисерную иголочку, но взяла не из комплекта. Мне показалось, что должна быть другая игла для данного. Ну, пустой пакетик здесь была нитка для стягивания, которой в конечном итоге я не воспользовалась, потому что те иголочки, которые использовала я, были с узеньким ушком. И ниточка, в общем, как я и не пыталась, я нитку туда вставить не смогла, поэтому в итоге стягивала я плотной ловсановой нитью два сложения. А эта нить у меня вся расщепелилась в попытках ее вставить в иглу. Ну и вот по остаткам. Значит, что у нас здесь по ключу? Светлая охра в серебре. Да, серебряная серединка, видите? Дальше охра с серебро, опять же, да, охра с прокрашенной серебряной серединкой. Это у нас, под клянув ключик, золотой металлик. Вот тоже сколько их осталось. Не хочет фокусировать. Вот. Далее у нас коричневый, прозрачный с прокрашенной серединкой. Хотя на вид первое ощущение, что он настолько матовый, что... Но если я разглядываю, то действительно он прозрачный с прокрашенной серединкой. И вот такие крупные бусины. Вот этих остатков много, потому что веревочка, подвес подразумевалась длиннее. Но я посчитала нужным сделать так, как я и сделала. Поэтому остатки вполне приличные, я бы сказала, достойные. И теперь по отшиву. Значит, вышивала я швом-назад иголку. Но при этом, уже сказала по цветам. Сначала вот эти два использовала. Потом вот золото. Но при этом я вышивала швом-назад иголку. Все вот эти вот кружочки, кругляшочки, дополнительно я стягивала потом. После, чтобы бусинки ложились ровнее и собирались в более ровные ряды. Почему позволила себе стягивать? Потому что вышивала в одну нить. Дальше. Вот короткие завитушки. Значит, каждую отдельно стягивала. Вот если брала такую длинную, то вышивала длинную, потом ее стягивала. Цветочки вот на таких длинных в виде кружочков стягивала отдельно. И для подстраховки, чтобы плотнее было это все, поскольку это все-таки прикладная вещь. И с точки зрения того, чтобы бусинки лежали поаккуратнее. После чего я прошивала круг. Также вышивала в одну нить. После чего еще раз делала стяжку по кругу. И то же самое сделала с треугольником, когда вышивала золотом. Также вышивала швом назад иголку. И после чего по периметру стянула. Дальше, в принципе, это было мне и так понятно. И по инструкции нужно было через вот эти дырочки золотых бусин набирать маленькую коричневую, большую коричневую. Опять снова маленькую коричневую. И проходя сквозь через дырочки, выходя в следующую дырочку, нужно было проходить таким образом швом. Это показано вот здесь вот так очень хорошо. Протыкаем, набираем три бусины, проходим насквозь. Вылезаем в следующие дырочки. Ну, я, в общем-то, так и начала. Друг за другом, друг за другом. Пошла, пошла, пошла. А дальше смотрю, что-то у меня не то. И заглянула в инструкцию. И действительно, не то. Только на углах нужно... Вот центр вот этого полукруга. Нужно входить в каждую дырочку. И бусины встают хорошо. А дальше уже нужно входить через одно. То есть, здесь... Не знаю, насколько будет видно. Наверное, все-таки видно, да? Вот, по ниточке видно, да? Входит у меня бусинка здесь. Дальше у нас бисеринка. Даже фактически две пропускаются. Ну, не две, одна. Одна, потому что в следующую бисеринку вход идет. И заходит следующий у нас. Следующая бусинка. То есть, идем через одну. Но при этом все равно бусины укладывались как-то... Мне казалось странным. Они смотрели вот сюда. Крупные. И тут я прочитала, что в конце мы стягиваем крупные бусины. И когда мы их начинаем стягивать, они у нас разворачиваются по направлению. И встают вот так вот очень ровненько. Ну и, соответственно, в финале всего этого действия мы выводим ниточку с одной стороны и с другой стороны для того, чтобы набрать на петелечку. Использовала я не стягивающую эту нить, которую должна была. Взяла... У меня очень плотно и в своем рукодельном магазине покупала ловсановые нити. Руками одну нить-то разорвать фактически... Ну, может быть, возможно, но мне не разорвать. А я делала это в две нити. То есть прошла в две нити, стянула. И в две нити у меня сама подвесочка. Смотрятся вот... Бусины, они, конечно, пластиковые. Они очень легкие, но трогать их очень приятно. Но смотрятся они действительно классно. И как будто это деревянные бусины. Я уже в обзоре покупок говорила о том, что вещь смотрится очень стильно. Я бы даже сказала, ну, по-мужски. Потому что вот эти бусины дают эффект таких неких четок. И, честно говоря, вот даже я сейчас держу. Очень приятно их вот трогать, проходить рукой, чувствуя вот этот рельеф. Так как сначала идет маленькая бусинка, потом большая, потом снова маленькая. Я испытываю колоссальное удовольствие. Ну и, как я уже обмолвилась, на упаковке, на этой картонке, была молитва к соответствующей вот этому святому. Я ее сложила и решила, что она у меня будет вшита. Я воспользовалась идеей производителя. И за счет этого вот этот треугольничек, он как будто бы стал попухлее. Ну, не намного, но вот есть такое ощущение при пухлости. И это мне тоже очень нравится. Я не жалею, что я вшила его туда, вовнутрь. То есть вложила я его таким вот образом, по вертикали. И вставляла уже, когда фактически здесь закрывала последнюю часть уголочков. Вот такой у меня в конечном итоге результат. Совершенно обалденский. У меня, я уже сказала, лежит еще две Святая Надежда и Святой Андрей Первозванный. Я тоже их буду делать на подарки. И есть у меня еще идеи еще некоторых святых купить и тоже их сделать также на подарки. Потому что я считаю, очень достойный подарок. Подарок действительно от души, когда мы закладываем в такую вещь еще свою энергию. Плюс, если учесть, что предстоит еще этому оберегу пройти процедуру освещения, то есть я думаю, что сила она все равно будет, если мы будем верить в то, что нам помогают вот такие вещи. Ну, я думаю, что действительно Господь не оставит. поэтому буду покупать еще другим в подарок и делать, потому что вещь получилась потрясающая. Я считаю, что она стоит тех денег, которые стоит этот набор. Некоторые считают, что цена подзавышена для такой вот мелочи, но я считаю, что это достойно того, что стоит, действительно выглядит с одной стороны нет никакой пафосности, выглядит по-церковному и с другой стороны это выглядит по-церковному и так стильно и я бы даже сказала модно. Церковь сейчас тоже старается соответствовать времени, они и сайты свои открывают, и странички ведут, то есть идут в ногу со временем, то есть и соответственно вещи должны быть тоже соответствовать с одной стороны тематике, с другой стороны все-таки тому времени, в котором они находятся. Вот такой у меня результат. В общем, остается последняя процедура и подарок будет вручен своему владельцу. Я, как всегда, свою задачу выполнила, успела фактически чуть больше, чем за две недели раньше до знаменательного события в качестве подарка, но я очень довольна, что я ее успела, и в общем и результатом я довольна. Вот, на этом буду заканчивать. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, было каким-то образом полезно, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если вдруг они у вас возникли. Но я всем желаю хорошего настроения, успехов в вашем творчестве и прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока!